Инфляция в Беларуси в 2024 не должна превысить 6%. Прогноз социально-экономического развития и бюджет на следующий год обсудили в правительстве. Больше средств планируется направить на здравоохранение, образование, соцпособие, пенсии и оплату труда. Учтены все риски, но в то же время возможности для ещё большего роста остаются. Санкции доставили проблем, но они оказались решаемы. Товарные потоки переориентированы, проложены новые логистические маршруты. Вторичный рынок недвижимости обеспечивает рекорды по продажам. К концу августа в реестре Национального кадастрового агентства значились более 1400 сделок. Если раньше половина приходилась на однокомнатные квартиры, то сегодня повышенный спрос на двух- и трёхкомнатные апартаменты. Доступные кредиты – действенный финансовый инструмент, который помогает приобрести жильё, и покупатели пользуются им по максимуму. К концу года Беларусь нефть увеличит количество зарядных станций для электрокаров до 700. В этом вопросе наша страна лидирует на постсоветском пространстве. За два последних года доля зелёных машин на мировом рынке увеличилась на 10% пунктов и составила 14%. По предварительным оценкам, в 2023-м самым продаваемым автомобилем в мире стал электрический. В Бобруйске 8 сентября отметят День танкиста. Гостей и жителей города приглашают на праздник. В 15 часов у мемориала боевой славы в честь танкистов-днепровцев пройдёт митинг. После праздничный концерт. Здесь же с трёх до семи будут работать тематические зоны, детский городок и интерактивные площадки. В программе также солдатская каша, конкурс рисунков на асфальте и турнир по баскетболу. В областном театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича состоится долгожданное открытие сезона. 8 и 9 сентября премьера мюзикла «Эскапады» «Днестерка» по пьесе и стихам Виталия и Артура Вольских. Основа сюжета – мотивы белорусских народных сказок. Режиссёр-постановщик Дмитрий Нуянзин. В спектакле задействованы 18 артистов. Стоимость билетов от 8 до 15 рублей. Начало в 6 вечера.